Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Лада Халашо и я приветствую вас на своем YouTube-канале. Давно я не выходила со своим эстонским дневником. Как-то, знаете, не было времени. Как говорит моя безработная, ой, безработная, да, моя подруга, безработных нет времени, они очень заняты. Тоже все время по каким-то делам, по каким-то оформлениям, каких-то документов, в общем. Если не было возможности записать вам очередную такую мою болталку, вот, да, в принципе, новостей таких как бы особо нет. Ну вот сегодня я приехала в Кусалу, это соседний поселок, недалеко от Локса, где-то полчаса езды на автобусе. Почему я сюда приехала? Потому что наша почта в Локса закрылась, на две недели, значит, ушла в отпуск. И теперь, значит, чтобы отправить мне письмо, пришлось, значит, ехать в соседний поселок. Очень, кстати, неплохо это получилось, потому что на самом деле Кусалу мы все время проезжали мимо. На самом деле это поселок очень интересный, здесь 1200 жителей всего лишь на все проживает. Вот, однако, здесь есть все, вся инфраструктура хорошо развита. Тоже есть два супермаркета, может, даже больше, но я увидела два. Вот, есть там магазины, есть как-то Арахвамая, то есть дом культуры, есть даже школа искусства и стоматологические кабинеты. Вообще, очень милые здесь стоят домики такие, вот, такие в стиле таком отпускном. Ну, такие красивые домики, в общем, глаз отдыхает. И вообще, очень ухоженный поселочек такой, тут есть променад, небольшой парк такой, где прогуляться можно. Но самая главная достопримечательность этого городка, это, конечно же, церковь Святого Лаврентия. Это, она была, значит, основана в 13 веке. Существует легенда о ее основании, такая жуткая. Сама церковь считается старейшей церквью Северной Эстонии. Да, наверное, почти все Эстонии. Вот, ну, в Северной Эстонии-то точно. Значит, она самая старая. Легенда ее создания такая, создания такая, что рижский епископ, значит, во время христианизации этой территории, здесь же жили эсты, они язычники были, и их очень, как бы, жестко принуждали к христианству, рыцари немецкие разных орденов. И рижский епископ прислал сюда своих рыцарей, чтобы они, значит, крестили местное население. И вот, как раз в 13 веке была основана эта церковь, считается, что она была основана монахами, цистырианцами, по-моему, из острова Готланд. Сейчас. Да, вот, с острова монахи из острова Готланд основали эту церковь, и строил ее проповедник Лаврентий. И, по легенде, значит, когда он ее начал строить, собралось местное эстонское население, которое было очень недовольно, что постройка, значит, храма на своей территории. И они, значит, обещали не оставить камня на камне от этого строения. Но Лаврентий заключил с ними сделку и, значит, сказал, что он готов пожертвовать собственной жизнью только ради того, чтобы на этой земле стоял храм Божий. Вот, и, значит, по договору с эстонцами, с эстами, с эстами, вот, он достроил церковь, они ему дали, значит, такую возможность достроить здание. А после этого принесли его в жертву самого этого Лаврентия. Здесь есть камень, который так и называется, значит, камень Святого Лаврентия. Это камень, считается, значит, что этот камень является жертвенником древних эстов. И именно на нем, на этом камне, Святой Лаврентий был принесен в жертву языческим богам. Значит, на решетке его там подожгли, отрезали, значит, голову ножницами железными. В общем, все как полагается. Полный, полный сюрреализм и ужасы древних времен. Вот, но, согласно договору, эсты, значит, здание не тронули. И вот это здание, оно, значит, стоит по сей день. Такая вот. Такая вот жуткая средневековая история. Я думаю, конечно же, она приукрашена наверняка служителями христианского культа, да? Вот. Но, тем не менее, Майя Моши Майя Мо такая вот интересная легенда. Также на территории этой церкви похоронен Бенкендорф. Тот самый, о котором я рассказывала в одном из своих видео, когда мы были на водопаде Кейла-Йо. Вот здесь его захоронение в часовне тоже на территории этой церкви Святого Лаврентия. Вот. Так как Бенкендорф владел еще и мызой здесь, вот в этих местах. Так, ну что, по поводу моих новостей, значит, все хорошо. И я и муж, мы получили, наконец-то, значит, документы о международной защите. О международной защите. Вот. Зарегистрировались на курсах, значит, переживали очень за курсы, что нам некогда будет туда ходить. Специальные интеграционные курсы. Ну, во-первых, оказывается, на них должны ходить не только мы посещать. То есть, кто получил международную защиту, но и также украинцы, которые получили временную международную защиту. Более того, если вот кто в Эстонии находится из украинцев под временной международной защитой, имейте в виду, что на вот этом сайте Settle in Estonia вы сможете изучать эстонский язык. Это именно для тех, кто получил именно временную защиту, а не международную. Занятия проходят онлайн, и вы можете записываться. Вот уже в августе начнутся занятия. Кто, значит, не записался, так, значит, заходите на сайт Settle in Estonia, регистрируйтесь. Значит, у вас есть эта пластиковая карта, ЭДИ-карт. Надо зайти, значит, зарегистрироваться, и сможете, значит, изучать эстонский язык. Мы идем немножко по другой программе. Вот, и мы записались на курсы эстонского языка через кассу по безработице. Потому что мы уже можем встать там на учет, потому что мы получили документы. В общем, жизнь немножечко налаживается, да. Наконец-то уже какой-то появился, ну, определенность, скажем так. А то постоянно жили, как непонятно, на чемоданах. Теперь, по крайней мере, до следующего года уже понятно, что мы можем здесь жить и работать. Дальше, что еще хотела рассказать, такого интересного. Значит, вот сегодня я отправляла тоже письмо. Купили небольшую картинку у меня. В общем, потихонечку начинаются продажи. Уже видно ли, это подходит к концу, и больше людей стало интересоваться картинами. Вот, и сегодня мне пришло такое интересное письмо от одной моей покупательницы. Она купила картинку с котиком, с котом. Портрет черного кота. И она, значит, мне написала, она австралийка. Сегодня она написала, что, значит, письмо дошло. Спасибо, слава богу, значит, что она мне написала, потому что письмо в Австралию не отслеживается, трек-номер не работает. Ну, поэтому хорошо, что она написала. Вот, похвалила там кто-то сё, сказала, что она любит черных котов, и что у них с мужем одно время было аж семь черных котов. И вот теперь у неё ещё появится, значит, прекрасное изображение лица очередного черного. Но дело не в этом. Она, значит, была очень, как бы, рада, что письмо к ней пришло из Эстонии. И она, значит, говорит, вы знаете, моя мама, значит, 60 лет назад, она, значит, работала с одной женщиной. Её тоже звали Лада. Я, конечно, сомневаюсь, что её звали Лада, потому что это не эстонское имя, это славянское имя. Как вы знаете, что, ну, что вы знаете, да, что Лада это была жена языческого бога Ярыла, бог солнца Ярыла, а у неё жена Лада, богиня домашнего очага. Вот, и плодородия. Так что вряд ли, я думаю, звали эту женщину Лада, скорее всего, её как-то звали Лейда, но это не главное. Главное, что она была из Эстонии, вот, и у мамы, моей покупательницы, остались самые лучшие впечатления об этой женщине. И, значит, она написала, к сожалению, это были, типа, 60-е годы, 62-й год. Мы ещё тогда мало знали о Северной Европе, вот, и мы не понимали, что это за страна. Ну, конечно, в 62-м году, значит, ну, такой страны, как Эстония, на карте мира не существовало, точно так же, как и Украины и других стран, которые тогда были в составе Советского Союза. Вот, тем не менее, мне было очень приятно, что, по крайней мере, вот, мои картины побуждают людей хотя бы взять карту и посмотреть, где же находится эта Эстония, вот, что это, значит, за такая крошечная страна, да, вот, и людям приятно, что оттуда, значит, они получают картины, да, такие красивые картины, которые их радуют. Это тоже, кстати, второй случай у меня такой, первый случай был, когда я рассказывала, ну, думаю, что не все смотрят мои прямые эфиры, да, и не надо вам, кто не художник, вам неинтересно длинные эфиры мои смотреть, вот, но там был случай такой, что человек тоже купил у меня небольшую картинку и возмутился, что такая долгая доставка. Он сам был из США, вот, и, видимо, он подумал, что Эстония, это, может быть, штат какой-то, может, ещё что-то, может, он не прочитал, что это Эстония, вот, он возмутился, почему так долго будет идти к нему его посылка, и я сказала, что, ну, извини, дорогой друг, ну, как бы, я нахожусь на другой стороне земли, вот, в другой стране, значит, Эстония, это маленькая страна, европейская, на берегу Балтийского моря, которая граничит с Россией. После этого он, видимо, посмотрел на карту и написал мне, что, оказывается, он в этих местах бывал где-то в 80-х годах, значит, прошлого столетия в составе олимпийской сборной, по велогонке, вот, что-то такое, вот, и профессионально, вот, в профессиональной команде, в общем, он здесь был, участвовал в каких-то велосипедных соревнованиях, и после этого он купил у меня ещё одну картинку с вороной. Вот так вот, значит, друзья, несу, так сказать, культуру в массы, рекламирую эту маленькую, уютную страну, вот. Ну, тут вот телефон бронзовый, я так понимаю, это памятник жертвам депортации, которые погибли, ну, которые умерли за пределами своего дома, да, и могли только позвонить домой. Ну, в общем-то, и всё, сейчас пойду засниму вам видео про церковь, там очень красивый сад, вряд ли церковь будет открыта, потому что церкви обычно в таких маленьких поселениях, на городках и посёлках они работают только, когда идёт служба, ну, допустим, воскресная служба или какое-то мероприятие, там, крестины или похороны, вот, вряд ли я смогу зайти в середину, хотя говорят, что там ещё, конечно, церковь много раз перестраивалась, а последняя её глобальная перестройка была в 19 веке, вот, но там кое-что осталось, люстры там 17 века, ещё там какой-то алтарь, вот, и так далее, но снаружи мы, конечно, на церковь посмотрим. Вот, в общем-то, и все мои новости, подписывайтесь на мой канал, если вам интересно, оставляйте лайки и комментарии, всё, желаю всем всего хорошего, будете в Эстонии, заезжайте в Кусалу, очень милое местечко, очень милый посёлок, ну, всё, пока-пока!